друзья всем привет сегодня очередная история из разряда трешниковой ну такая полу трешниковой но очень интересный интерес этой ситуации заключается в том что один друг продает автомобиль другому другу и этот другой друг обращается ко мне это мой старый давний знакомый чтобы мы посмотрели автомобиль и вот что из этого получается давайте посмотрим пробежавшись по кузову посмотрели насколько качественно отремонтирован автомобиль насколько нет ну да было сказано что крашеные два крыла в общем с мордой ремонтировались то что была крашена машина сзади уже потом сказали по телефону что там красилась дополнительно еще там в америке заднее левое крыло и задний бампер больше ничего но так ли это смотрим ну чуть-чуть да это типа как снимать так сразу же и крыло поврежденная кстати насколько она сильно поврежденная сразу два его посмотрим ну сказать что сильно так нет ну принципе идеально не вывели внушил здесь вот четкий к должен быть его нету может посмотреть на той стороне лишь здесь он более такой выразительный вот а там он такой скругленный и если посмотреть здесь то здесь краски в два раза меньше ну красил молодец спасибо сказал но задача посмотреть чтобы мы тут полный пипец небо бы понять куда она ему приехала ну да здесь он даже этот есть от зажимов вот эта штука когда держится автомобиль на конвейере вот здесь вот он не кражется потому что за это она держится так как называют заводской не прокрас да ну здесь вот тоже была подушка ну окей фотографируй а ну то есть не обманул по подушках о подушках они типа там есть типа все стоят на вопрос где подушки по телефону ответили а забыли поставить приезжая поставим ну или что-то вроде того ну то есть вот тебе машина вот классная машина мы ее там отполировали правда не до конца вот ты первый кто ее видит все замечательно лишь только тебе нашему другу больше никому классная машина вот дешевле не найдешь и все остальное кстати что касается ценника стоите и прекрасный аппарат отдают минимум за 13 700 что я считаю вопиющей несправедливостью и охреневшим ценником за этот автомобиль в таком состоянии другом одна красота ну в смысле действительно хорошо как-то очень усердно и полировали но я в том формате что много но здесь вот не крашеные так видно вот чуть-чуть просто лаком за зафигачили а щетки чего не поменяли тут американского на самом деле всего и много но полироли здесь действительно капот чуть-чуть не на своем месте вот уже видно в процессе осмотра выяснилось то что пострадала при ударе в заднее левое крыло еще и задняя левая дверь а об этом никто не сказал красили здесь не только крыло еще и двери вот это вот заходи с той стороны вот видишь вот сюда смотри от вот этого вот отбилось но смысле я не знаю видно с той стороны или нет я как бы с той стороны увидела не мог добраться думал что это полироль это здесь есть моменты ну то есть такие глубокие до полутора миллиметров но проем у нее целенький это такое странное объявление пока предлагаю подключиться почитаться ну мозги как минимум его шут у него на крыше окошко и солнце но может быть она не снималась ладно продолжим осмотр а я я я а я это легкие несоответствие того что заявлено и того что она есть на самом деле а фронтальные подушки и не меняли ну здесь можно даже не снимать он пыль под этим не хорошо красили и скорее всего крылья с разборки как будто его як приемно вин мурлыча пошел дизеля так работали дал он же ровно действительно они по крайней мере сверху не трогались не отнимались хотя вот если посмотреть со внутренней стороны здесь от видно зажимы от рихтовки фары тайвань капот тайвань ну такое тут уже надо больше снизу смотреть радиатор же должен новый стоять судя по характеру удара ну назвать его новым не знаю маловероятно ты же понимаешь качество ремонта такое но есть так а по панельке есть специальный пазик берем щелкаем и она стоит на месте а кондей заправленный если она нормально сделано с нифига не будет вот вариатор еще вчера по телефону сказал что меняйте масло чаще ну обычно через замену масла я всегда ну по крайней мере своих машинах освежаю здесь от этого хуже точно не будет вариатор в принципе ничего плохого я против него не имею за исключением того что он просто ссыться боится перегрева и вот солнечная шестерня планетарной передачи вот это солнечная подушку пишет только двух минут плюс пары новая не он уже потеют болты разные пистоны не все такое то есть по качеству сборки знаешь но я уже привык что ну косячат все особенно где надо сделать быстро то это это типа абсолютно нормально почему-то считается в наших краях задней части вообще вопросов у меня не возникает ну вот ну а ну куда туда же совсем никак нигде ничего абсолютно не возникает а вот по переду собрали ее честно говоря кошмар но если ты говоришь ее не до собрали то тут правильно смотреть банк задний бампер тоже не снимался а зачем ну ты на рифу и он же не это не стоит а мы знаем что у нее правая сторона затем еще снизу посмотрим ну не треша по ней не было причем я смотрел не сверху не снизу сейчас еще у меня вот здесь момент здесь тоже хорошо и это пипец вот тут сполировали здесь вообще а это не хватает болтов ну здесь отломано здесь нету и здесь нету да то есть один крепеж отломанный двух нету по технической части по самому мотору топлей в принципе не видно на исключением того что вот сейчас витя вершит судьбу этого автомобиля ломает целки на болтах для того чтобы посмотреть чужие творится вот она вот она свершается так задний сайлентблоки отошли от обоймы ну целостность лонжеронов меня радует так и так и так конечно все классно но это стандартная история разгружали зацепили вилами на мы используемся тем что здесь нету пистончиков ну кронштейн и не гнут бампера не целые откручивался но откручивался да и хрен с ним злого ремонта позади . не вижу то есть здесь касательная была какая-то хрень попала да вот если отсюда посмотреть то задняя дверь видно она такая трохи зашпаклеванная получится хокусас поймать так в общем то мальчик вроде неплохой только сцит и глухой эти хочу сказать что здесь нет масла здесь нету масла ну то есть вот если нет его как раз здесь не должно быть нам увидимся здесь зафигачено здесь сухенько здесь комфортненько то есть вот эти наши опасения которые были здесь здесь объективно вот если кроме пыли мусора нифига нету никакого масла здесь нету короче за исключением похабно собранного автомобиля я здесь особо ничего не вижу в общем нету здесь никакого трошника сейчас я включу ярче я думал что здесь что-то будет но сам можешь засунуть пальчик вот как повод вот вот как повод для торга я бы вот это ему не показывал то есть здесь можно в формате если не догадается снять смотровое окошко у кей не догадается можешь наколдовать себе лишних 100 долларов да по рулевой у меня были вопросы даже на холостой сюда ее в размах запускаешь давал шаровая правая вот эти свои блоки задних рычагов они оторваны от обоймы это надо вот так камеру засунуть она сюда не влезет вышка не алё я могу вот так ну да то есть объективно заднего задних сален блоков передних рычагов их просто нету ну в общем вешаем крышечку обратно по низу у меня все сейчас она выскочит надо будет ее досмотреть снаружи но так как и струха труха нет надо сначала менять масло сбрасывать адаптацию и сразу будет видно чую труха нет ну то есть если это из-за масла это окей тут надо идти по пути наименьшего сопротивления не ну как бы можно пойти с размахом снять коробку завести сразу в ремонт пацаны поржут поменяют масло возьму там 130 долларов или сколько там стоит расколоть я позавчера мы снимали процесс у меня сейчас вольво в ремонте мотор отдельно коробка отдельно бублик отдельно все началось по бедному типа ну вот же бублик рядом давай мы его вскроем посмотрим вскрыли не чему прицепиться 2 хоть сальник поменяем он там слегка дубовый давай поменяли сальник заварили обратно коробка лежит ну грех не расколоть фильтр поменять раскололи коробки пацаны нафига тут все чисто ну как там грязь поубирали помыли почистили сделали ей этот я релизом гидроблока не но это сейчас извини у нас времени немного и следующая неделя а нам на субботу собирать машину они говорят если будет копать мозги гидроблок мы понимаем что у тебя в коробке в середине все классно приедешь мы тебе в отдельно снимем и починим и поэтому сколько стоит расколоть коробку я знаю я я уже платил сделано она ну так надпись собрана нанекать она некачественно собран он плохо но она не в тотале то есть сказать что ей если еще вешают подушки то класс если они хотят ее собрать до конца контролируем чтобы они повесили на нее все пистоны если смиришься с тем что вот дружба вот этого бампера этих крыльев пара и капота она нифига не получается ввиду того что не не совпадает если тебе нормально то окей но не перфекционисты дату смотря под какие задачи цель на ну то есть то что тут объективное должен быть повод для торга то да тут нет заднего привода она пустая как барабан плюс у нее колбасит вариатор пусть сами меняют масло ну то есть если они хотят таких денег пусть они попробуют убрать все зазоры они скажут они не уберут потому что она не подходит одно к другому по вариатору ну я бы начал с того чтобы слить масло залить новое сбросить окис масла ну там есть такой параметр чтобы коробка увидела что у нее свежак залит и после этого надо наблюдать потому что по подушкам по агрегатной части тут все классно мы даже залезли туда посмотрели шоу ну нету масло оно не вытекать по температуре по температуре по температуре забыл один момент посмотреть идет 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 подходит да блин подходит теплообменник не ссыться вот он почему не догревает потому что смотри вот то что то что я увидел помнишь я сказал что не догревает это плохо вот видишь загнутая трубка при осмотре мы увидели что нестабильная температура коробки и ответ на вопрос мы хотели получить тогда когда поднимется автомобиль и почти об этом забыли потом я уже по чек-листу шоу вспомнил о том что надо было посмотреть стоп момент смотрим вот видишь трубка загнута вот это вот беда этой коробки она сейчас не работает в ненормальном температурном режиме ну то есть я вижу что она не нагревается так не должно быть это хорошо что мы так распустили диалог и я вспомнил посмотреть так что дальше я смотрел по двигателю ошибок у нее нет по любому она не сейчас холодно она не нагревается это жопа ты поэт и поедешь ты поедешь на скорость она будет еще ниже а потом летом она не будет остывать ты прав и это это вафли и будут заявлено что крашена крыло крашена не только крыло но еще и дверь с таким намазанным слоем шпаклевки вот даже вот отсюда в очень классный ракурс если посмотреть вот так на нижнюю часть двери видно что она херово сделано а так торговаться до последнего убирать все косяки ну здесь убрать зазоры это снять всю морду и повесить либо бы уж ну нормально в зазор либо еще ну он разломанный со всех сторон все показывал что на шторморезах скручены то что он бы уж на это классно но то что не укрепление нету это факт то есть он в ловушке свои в крылья не заходит даже этот самый вот видите те показывают что замок капота он тык тык не держит плюс вот эти вот зазоры технически она не плохая но собрана она очень похадно так выезжаем смотрим ее дальше приезжаем на исток там дедушка такой стоит и стоппер их настолько завтра на и шоу тут два деда когда у них там подъемник и короче начинает поднимать и лапа вот так подниматься я ему стой он и да 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 он стоит вот эта штука разобранная вся и он туда пихает отвертками типа выключать или нет он туда отвертками пихает куча проводов висит вот это все макраме и она поднимается он там пропустил он уже старенький нихера не нет я ему показываю стопу пуке и машину так стоит он хорошо я части по пущу эту сторону ну как бы начал и опускать и потом она опускается вот так и рюстов дай хоть под низ залезу посмотрю потом опустишь я офигевший был от того что в германии в принципе такое возможно то есть я думал что вот украина страна контраста тут полный срач кругом одни галимы из ты уж ки все засрано нифига то что рассказываю что made in germany у них все классно были плавали знаем и причем такое знаешь бы не тоже какая-то маленький гараж а ну такое 100 метров наверное на 350 400 то есть не маленькая и и такие подъемники у них стоят и причем забита и все выгоняем спасибо виталий сергеевич я думаю что эта штука с разборки да ну как бы другого объяснения почему она промаркирована у меня особо нет в климате можно посмотреть насколько там есть давление а здесь он не показывает какое давление а если она достигла определенного давления но грубо говоря ну как вот работает геркон с магнитом магнит попал клеммы замкнули совку работает тут то же самое она есть определенное давление ну допустим там не знаю там 2 и 1 бара есть все она включается нету не включается а мы можем даже сейчас сделать по-другому у нас есть не пробить вот так вот пластик чтобы не пробить все скучение ну то есть что-то там было понимаем что когда заправить герметичность у нее ну по крайней мере в ноль не спускает но давление как такого не алушая нажала но и все и уже нету то есть тут нету давления поэтому даже даже по трубкам когда он включен одна должна быть горячая 2 должна быть холодная они обе горячие то есть ну мало фреона так резинки у нее есть это уже занадто а дерни еще раз ну то есть сейчас получается мы резинки здесь есть я думал что они не выставлены но по факту они были выставлены даже чуть чуть больше стоит чем нужно ну что здесь капот сейчас выпираете при этом мы все равно получаем что замок капота он не дотягивается до этого сам замок капота нужно открутить и повесить чуть чуть ниже и тогда он будет нормально защелкиваться так тут рулевая колонка без моторчика боковых радаров нет передней камеры нет слежение за разметкой нифига этого нет ну в общем то все объективно все то есть куда можно было во все электронные блоки они все в нормах даже то что вот загнутый теплообменник он показывает что ошибки нет но по факту если зайти в параметр 59 градусов для такой температуры это откровенно мало то есть мы понимаем что она сейчас не нагревается а летом она будет не охлаждаться но это я так зашел потому как мы уже сталкивались с этими коробками когда нам говорят что вы посмотрели херовый поэтому у нас это в чек-листе обязательным пунктом станет стоит за заходить смотреть и я впервые сталкиваюсь с тем что вот она не догревает и я хотел снизу посмотреть куда и благо дело что вспомнил в разговоре и обратили внимание что загнут а так ну я такую херню вижу впервые а так в общем то по технической части вопросов нет то как собрана эта машина она хреново собрана ну то есть сказать что да надо брать эту машину ну хер знает за такой ценник ну как бы 14 это 700 это то что я вижу смело можно их продавливать до вал рулевой колонки встанет тысяч в пять гривен ремонт вот сразу можешь себе записать вот вот то на чем реально основательно можно торговаться потому что с правой стороны опять хрень какую-то везут nissan x-trail да вот каждый день привозят вот такое на ремонт и теплым вечерочком летним когда особо нефиг делать ходишь к пацанам и смотришь как же они все это дело ремонтируют есть понимание ну как она как минимум должно стоять мне за именные номера пытались менты выносить мозг верю господа в техпаспорте у меня написан этот номер до написан вопросы есть вопросам нет камеры не читают друзья вот вам пять штрафов которые они все прекрасно читают и видят мои читает именно и номера как-то так я сейчас собираю вот приколы с ментами которые мне кстати сейчас есть еще одно судебное производство выезжая со двора цепляю колесом двойной осевую и меня типа иди сюда и начинает раскатывать ты хотел проехать я включаю камеру давайте по протоколу выписывает мне движение задним ходом на автомагистрали вы чё вообще в сам страх потеряли говорю давай я не согласен звоню адвокату говорит ну хорошо займемся я вот этот вот чек сошана как они выписывают я его не подписываю прихожу к ним туда на народное ополчение прихожу отстаиваю очереди дайте мне копию она ушла к вам по адресу звоню маме нету я остался звоню адвокату он окей да и официальный запрос приходит ему присылают это чек и на нем левая роспись перед этим ментам подаем на них суд вот уже полгода прошло жду судебное это там нарушение по 7 пунктам вот как они меня оформляли и по автомагистрали на речи подлог документов это это говорит это это им пипец сразу рит это вот сто процентов выигрышное дело и ну многие просто подача в суд короче штраф стоит 400 гривен а чтоб только подать суд но это грубо говоря 100 долларов тысячу гривен адвокату за то что он святухер напишет судовой сбор выигрываешь тебе это все возмещается если я выигрываю я подаю встречные иски это новая история на возмещение и поэтому многие люди этим не занимаются а так вообще если есть понимание что неправ сразу же в суд и все и на мне кстати сначала было ограничение сейчас его уже нету в смысле может уже и дело закрыли а в суд не не вызывали на кстати посмотреть но я очень хотел бы попасть в суд чтобы посмотреть на лицо этого чувака мне все артические нет их муж вызывать они муче по не явились и там без них это все как-то так ну рекомендации все рассказал тоже все напишу но я думаю что пока ты доедешь к парням пока я выпишу они уже все поменяют собранная елочка и вот ну как бы по ряду подушки они идут и вот когда она целое и видно когда она восстановленная их тоже ставят а когда она просто скрученная в трубочку зачастую просто малярным скотчем перематывают типа вот пацаны смотрите подушка есть а на самом деле там сопротивление 2 и 8 омов стали и система вообще не нюхает того что у нее чего-то сопротивление вот в этот разъем после да то есть я если провод этот нащупаю достану и она будет не подключена к подушке ну здесь легко увидеть а на панели физически это же надо разобрать и заглянуть туда посмотреть вообще физическое присутствие есть подключена не подключена вот потому что по рулю там кстати видно что она восстановлена но вот эти вот ну смотри видишь она отличается и вот эти вот зазоры какие-то такие они в общем парню сказали о том что этот автомобильчик он приезжаем и там тебе доделаем мы до полируем дешевле он точно не будет подушки у нас где-то там в углу валяется мы тебе поставим теплообменник мы тебе отрежем кусок труб трубки болгаркой приварим другой нового теплообменника ставить никто не будет сказали в открытую и в общем то все вот такие вот есть автомобили друзья продают друзьям надеюсь на то что это абсолютно нормально что люди не разбираются но на самом деле это не всегда так ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока удачи на дорогах